Сдать старую технику или купить новую так же легко, как и сыграть в Тетрис. Звоните по телефону 777-606 или ищите на сайте bu-kirov.rf Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. 5 октября на улице Мостовицкой нашли задушенную 30-летнюю женщину. Следственный комитет подозревают в убийстве ее сожителя Дмитрия, который в тот вечер с ней поссорился. Все подробности в рубрике «Сводка». Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства молодой женщины на улице Мостовицкой. Преступление произошло днем 5 октября в одной из квартир. По версии следствия, ранее судимый 30-летний Дмитрий поссорился со своей сожительницей, а затем и задушил 30-летнюю Марию. Подозреваемый задержан, а расследование дела продолжается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и служебного подлога. Речь идет об инциденте, который произошел 6 октября на улице Спаской. Инспекторы ДПС остановили автомобиль Kia Optima, за рулем которого был мужчина, похожий на судью Ленинского районного суда Марата Чепурных с признаками опьянения. На пассажирском кресле сидела его новоиспеченная супруга Эльвира Анисимова. Активисты ночного патруля заметили, что после того, как автомобиль остановили, мужчина вышел из-за руля, а женщина пересела на водительское кресло. В итоге к ответственности привлекли ее, а не судью. В ходе доследственной проверки опросили очевидцев, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установили и опросили прямых очевидцев того, как мужчина садился за руль и выходил из машины. Также опросили сотрудников ГИБДД и их руководство, изъяли необходимые документы. В итоге следователи выяснили, что инспекторы ДПС привлекли к ответственности не того человека, кто на самом деле совершил административное правонарушение. Расследование уголовного дела продолжается. На улице Хлыновской вандалы изрисовали входную дверь в подъезд и стены неприличными рисунками. Жильцы дома получили запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлены предполагаемые вандалы, и отправили материалы в администрацию города Кирова по факту порчи общественного имущества. Однако получили отказ в возбуждении административного дела, так как чиновники не усмотрели в рисунках экстремизм. Жильцам дома посоветовали обратиться в полицию. Алина Котрихова, Место происшествия.